Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1384. Разбор ответов Архимандрита Амросия Юрасова. Вопрос 38. Что означает слово «оглашенные», когда дьякон произносит «оглашенные языки»? Отвечает Амросий Юрасов. После возгласа «оглашенные языки те», «оглашенные» должны выйти из храма, так как начинается литургия верных, тогда остаются только крещенные православные люди. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ совершенно правильный и теперь остается только выполнить. Амросий учился в семинарии Академии и отвечает точно и без запинки. Это говорит о том, что он очень хорошо это знает в любой день на литургии. А теперь и скажите, господин Юрасов, когда вы это выполняли на практике? А если вы это знали и не выполняли, то какому богу тогда вы служите? Вы не одни, знающие это и так отвечающие. Но во всех двадцати тысячах храмов России за рубежом одна и та же картина, эти слова произносятся на ветер. Вы портите все, к чему прикасаетесь своим умом и руками, и самую большую порчу наносите в винограднике Господнем. Вы отлично знаете, что оглашенных нужно вывести, и это воля господина храма и составителей литургии. Лукавый раб, Бог будет бить тебя и оторвет тебе руку и вырвет правый глаз, потому что исполняешь положенное по уставу неправильно. Лука 12.47 Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Сафония 3.7 Я говорил, бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Исаии 5.7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудие, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Иеремия 12.10 Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустую степью. Захарий 11.17 Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Малахи 2.2 Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Почему вы никогда не читаете народу эти слова? Ни вы, ни ваш высокопреосвященный, ни святейший. Вам страшно сознаться даже самим в себе, что вы не делатели в винограднике, и даже не наемники, ибо наемник все-таки работает, исполняет волю Господина. Христос есть Господин виноградника, а вы лишь соработники должны быть точно выполняющие волю Господина виноградника. Евангелие от Иоанна 14.23 Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Любовь к себе Господь проверяет по непременному условию любви к Его Слову. Заучите этот стих, пойдите учиться в первый класс, и перестаньте учить людей, пока Бог не вырвал вас из этой жизни. Из этого стиха делаем логический вывод. Кто скрывает Слово Христа, тот скрывает самого Христа. Скрывая Слово Божие, вы делаете его как бы небывшим, то есть убиваете его, то есть и самого Христа, как злые делатели виноградника. Марка 12.9 Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Если же Бог попускает безобразничать невеждам, то это не значит, то не значит ли это, что это и не его виноградник давным-давно? Апостол Петр одобряет всех, кто по любому вопросу обращается к Слову Божию. Жизнь это есть тьма, а Слово Божие есть светильник. 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Если вселенский первоверховный апостол, камень, знает, что хорошо, когда люди обращаются к Библии, то отсюда логический, абсолютно неотразимый вывод, что вы, товарищ Юрасов и все подобные вам служители, делаете нехорошо, что не обращаетесь к Слову Божию и других к нему не допускаете, то есть не отсылаете. К оглашенным относятся и согрешившие, отлученные, как говорится у Симеона Солунского и в Новой Скрижале. А вот таких-то вы совершенно и не знаете, ибо, как правило, не отлучаете людей согласно канонов, а давитесь своей экономией. Вы называете себя православным и исповедуете Вселенскую Соборную Церковь. А из 719 правил этих соборов, данных Святыми Отцами для жизни и благочестия, вы и вся Московская Патриархия 413 правил ежедневно, умышленно, полностью отрицаете и попираете. Василий Великий говорит в правиле втором. Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого развлечения плода образовавшегося или еще необразованного у нас нет, ибо здесь полагается взыскание не только за имевшее родица, но и за то, что наветовало самой себе. По элеку жены от таковых покушений весьма часто умирают. Сим совокупляется и погубление плода, яко другое убийство от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение по исполнении десяти лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Даже при самом слезном ежедневном покаянии, десятилетний срок отлучения не может быть сокращен более чем наполовину. Или треть. Вы боитесь этих канонов, и если включить эти правила, то у вас не останется никого, а без этой массы нераскаянных грешников вам не прожить. Прокосия 4.8 Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Иеремия 6.14 Врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Что вера без дел? Это звук лишь пустой. Цветок рукодельный, цветок неживой. То дерево с пышной листвой без плода, мираж изобилия, где скудость нужда. Что тело без духа, то вера без дел. Печален и жалок, то и веру дел. Увидит ее проходящий Христос, и взор затемнится от грусти и слез. Как призраку жизни за благом спеша, К той вере бесплодной подходит душа, Искомого блага для ищущих нет. Одна лишь наружность, один пустоцвет. Душа заскорбит, от печали больней, И жизнь ее станет еще тяжелее. Бесплодная веря, соблазн для сердец, Она разрушает надежду в конец. Напрасны учения, напрасны слова, Ведь вера без дел перед Богом мертва. Лишь вера, несущая плод для Христа, Велика, могуча, пред Богом свята. Господь, с высоты наше сердце проверь, Поведай, какая в нас вера теперь, О вере с плодами, о вере живой. Тебя умоляем, Создатель благой.